До 1 мая жихары Беларуси, якие жадают и могут працовать, повинны быть працалаткованные. Як вядома, такую задачу перед урадом и губернаторами поставил президент. У свою чергу старшини Аблвы Конкама уже распачали реализацию этой работы в своих регионах. Так Владимир Дворник даручил на протягу ближайшего месяца продоставить варианты працалаткования каждому непрацующему жихару в области. Рашение этой задачи губернатор усклау на члену Назиральных комиссий, якие некольких годов тому были створены в каждом районе. А кроме того, до вращения питания працалаткования долучатся и депутаты. Какие резервы для створения новых працалаткованных мест я не бачить в своих выборчих округах и как особисто збираются удельничать в выполнении поставленных задач. На это и другие вопросы нашему корреспонденту отказала депутат Палаты Прасставников Национального Схода Республики Беларусь Алла Новомчик. Здравствуйте, Алла Александровна. Скажите, пожалуйста, каким вы видите решение, решение проблемы трудоустройства в рамках декрета номер 3? Здравствуйте, Марина. Декрет номер 3 очень широко обсуждается сейчас в нашем обществе. И сказать, что мы сможем решить в течение буквально 2-3 недель проблемы трудоустройства, всех желающих, конечно, будет неправильно. Потому что вопросы регулирования рынка труда достаточно сложные и затрагивают конкретного человека с его интересами, с его особенностями, с его желанием. Поэтому проблема эта будет решаться, решаться совместно усилиями всех вертикалей органов власти. И я думаю, что, несомненно, с учетом интересов конкретного человека. Вот, кстати, какие резервы для создания рабочих мест есть в вашем округе? Я напомню зрителям, что речь идет о Гомельском сельском избирательном округе. Вы знаете, у меня замечательный округ с позиции того, что это сельскохозяйственные организации, которые имеют очень высокий уровень технологий. Они расположены вокруг крупного областного центра и традиционно создавались как своеобразное зеленое кольцо, которое обеспечивало свежими овощами и плодами жителей крупного населенного пункта. Поэтому здесь сконцентрированы высококвалифицированные кадры, и аграрный сектор успешно развивается в Гомельском регионе. Но особенность его состоит в том, что это еще и сезонный характер. Имеет, несмотря на то, что развиваются и производства овощей закрытого грунта, но все равно сезонность выражена. Поэтому на сезон привлекаются дополнительные, нужные дополнительные работники. Это тоже один из резервов привлечения рабочей силы решения проблем по декрету номер три. На слуху проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Мы говорим о том, что нас не устраивают тарифы, с одной стороны. И уже много делается по оптимизации тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Нас не устраивает качество услуг. И вот здесь, мне кажется, развитие государственно-частного партнерства должно сыграть свою позитивную роль. Если мы в эту сферу привлечем частные бизнес-предприниматели, которые создадут реальную, хорошую, здоровую конкуренцию государственным структурам по оказанию услуг, скажем, по уборке наших подъездов или внутри дворовых территорий, или, скажем, предоставление услуг по сантехническому обслуживанию, то тогда, я думаю, будет возможность выбора у жильцов. Очень интересные примеры. Алла Александровна, а как лично Вы будете способствовать решению вопроса с трудоустройством безработных? Ну, во-первых, я знаю, что в Гомельском и Добружском исполкомах сейчас активизируется и актуализируется как раз перечень вакансий. Поэтому при личных приемах я всегда предлагаю вакансии, которые есть, или выслушиваю конкретные просьбы граждан и пытаюсь оказать им содействие в трудоустройстве. Кроме того, вижу свою задачу в том, чтобы помогать молодежи, которые заканчивают учебное заведение и пытаются трудоустроиться. Развитие бизнес-инкубаторов или каких-то таких площадок при вузах способствовало бы тому, чтобы молодежь получала навыки такие, это своеобразный тренажер, навыки ведения своего бизнеса с тем, чтобы они могли получить хотя бы первую свою заработанную заработную плату, я уже не говорю о прибыли, с тем, чтобы вот этот навык потом они могли реализовать самостоятельно, уже уйдя в самостоятельное плавание. Спасибо большое, Алла Александровна, за то, что нашли время прийти в нашу студию, высказать свое мнение. Спасибо, Марина, за вопросы, очень приятно.